Самые актуальные новости города в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут мы вам расскажем. В Караганде снова судятся регрессники. На мусор под окнами жалуются жители дома номер 2 по улице Углесборочная. В районе Мини-Козыбек-Би появится 10 торговых павильонов плодовощной продукции по низким ценам. Регрессники в очередной раз получили отказ на требования о прекращении налоговых отчислений сумм, выплачиваемых за потерю трудоспособности. Апелляция на решение городского суда о правомерности взимания налогов была оставлена без изменений. Мытарство регрессников длятся с конца 90-х годов. Не раз в коллизии вмешивались мажили смены, депутаты Маслехаты и, наконец, выплаты состоялись. Не все дожили до этого счастливого момента. Но недополученные суммы после долгих лет оббивания порогов различных инстанций были выданы. Суммы получились кругленькие. Хэппи-энд – счастливый конец. Но вмешиваются налоговые органы. Как же выдавать такие суммы и без отчислений в бюджет государства? И суммы налогов, естественно, получились немаленькие. Цифры шестизначные. Регрессники возмутились. На старости лет вновь остаться в положении нищих несправедливо. Садпек Торинхан и Владимир Сиденко подали иск против налоговых органов. Районный суд они проиграли. Городской апелляционный тоже. Теперь заседание апелляционной судебной коллегии областного суда. Ответчик доказывает, что налоги берутся законно, как с утраченного заработка. Истцы утверждают, что деньги, выплаченные регрессникам, к этой категории не относятся. Но человек утраченный заработок этим гражданам не восстанавливался. Ведь он на временных пособий в то время не выплачивал, они их не получали. В данном случае мы имеем дело именно с возмещением ущерба, а не возмещением утраченного заработка. Представитель налоговых органов привел свои доводы, отвергающие претензии истцов. Причем и первые, и вторые опирались на букву закона, на законодательные акты. Простому человеку в судебной казуистике сразу и не разобраться. Ощущение такое, что для государственных налоговых органов законодательные акты писались отдельно от общегражданских. Есть явные противоречия, нестыковки в понимании одних и тех же процессов. Но дело не в этом. Истцы в очередной раз потерпели поражение. Восстановление операционной судебной коллеги по гражданскими административным делам Караметинского областного суда 8 мая 2013 года по данному делу оставили изменения. Конституционную ужалу у представителя и суд без удовлетворения. Настроение у немолодых уже людей неважное, но боевой дух не пропал. Дальше будем подавать в Верховный суд, потому что нарушены конституционные права граждан. Суды не вправе применять законы ухудшающие положения. К тому же, как вы слышали, фактически людей лишили содержания за несколько лет. Кто их будет содержать на старости лет? Эти люди при бессрочной инвалидности, согласно закону, пожизненно не облагаются налогом, если не ведут коммерческой деятельности. Пособие, которое они наконец-то получили, не является заработной платой. Все должно рассматриваться с точки зрения времени. На правоотношения, которые были до принятия новых законодательных актов, разве действуют новые параграфы законов? У регрессников впереди Верховный суд. Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый, Карагандинский. Суета вокруг ржавых емкостей для мусора. Жители дома номер 2 по улице Углесборочная третий год ждут, когда вывезут мусор из-под их окон. Фирма-услугодатель считает, что жители должны сначала заплатить. Последние же предлагают расплатиться на месте после вывоза мусора. Не перевелись у нас неравнодушные люди. Если во всех СМИ говорится о повышении качества жизни, то почему не начать за это качество бороться? Хотя бы на своей улице. Три года не работает магазин, а мусор, согласно договору, так никто и не вывез. А мы свой домашний мусор сжигаем все в печках. Поэтому у нас как таковое сюда мы не бросаем вообще. Они тоже вот свой мусор все время в печках сжигаем. Поэтому что не вывозят, это однозначно не вывозят мусор. Эти бачки как бельмо на глазу. И мухи от них только жареют. Сплошная антисанитария. Ну раньше, значит, по каждому вывозу мусора они предоставляли нам счет. То есть акт выполненных работ, которым подписывали, приносили китанцам. Здесь рассчитывались. Ничего этого нет. Ни акта выполненных работ ихних. Короче говоря, вот все это вот видите сами. Сразу видно, что эти люди мимо урны бумажки не бросят. Их поддерживать надо. А тут полное небрежение. Так ли это, мы поинтересовались в горком трансе. Сейчас внедряется система, что стопроцентного обслуживания. Раз стоит дом жилой, то есть он частный дом или это многоэтажный дом. То есть мы все должны платить за вывоз мусора. Так как на сегодняшний день очень большое количество несанкционированных свалок в частном секторе. По улице именно углезборочной, да, там нету этой плановой регулярной очистки, пока на сегодняшний день ведется форма обслуживания позаявочная. Все очень просто. Горком транс ведет большую работу по обеспечению частного сектора регулярным еженедельным вывозом мусора. Тогда и исчезнут их нетленные терриконы, возведенные, впрочем, руками самих же жителей. А пока подавайте заявки, господа. Сергей Высокосов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В этом году отремонтируют и благоустроят мост по проспекту Бухаржирау. Средства на эти цели утвердили сегодня депутаты городского маслехата на внеочередной 19-й сессии. В бюджете Караганды появились дополнительные средства. Это более миллиарда тенге. Добрую часть денег направят на развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство города. 1 миллиард 183 миллиона тенге в приоритетном порядке направляется в отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог. На ремонт путепроводов по проспекту Бухаржирау и объездной дороги Алматы-Астана. А также на средние ремонты содержания дорог, устройства тротуаров, замену линий наружного освещения, облагораживания и содержания парков и скверов города. Утвердили народные избранники средства и на другие цели. В том числе на ремонт детского сада Бакыт и укрепление материально-технической базы стадиона «Шахтер». Там должны заменить искусственное покрытие футбольного поля, сиденья и газоновое покрытие основного поля. Реализация данных программ, а также выделенные дополнительные бюджетные осенования на ремонт дорог, освещение улиц, позволят сделать наш город более благоустроенным и красивым, а главное – обеспечить безопасность жизни и здоровье наших жителей. Краповый берет – знак элиты подразделений специального назначения. Его владелец не просто военный, прошедший специальную подготовку, это суперпрофессионал. Получить краповый берет, как воинский знак отличия, мечтают практически все в войсках Министерства внутренних дел Республики. Но такого почета и уважения добиться очень непросто. В Караганде прошли квалификационные испытания военнослужащих. Из почти 70 испытуемых право носить краповый берет и нагрудный знак «Буркыт» получили только 8 бойцов. Во всех регионах страны созданы отряды и группы особого назначения «Буркыт» внутренних войск Казахстана. Они предназначены для выполнения разведывательных задач. Это элита внутренних войск. Отбор и подготовка кадров для них осуществляется по особым учебным программам. Веление времени говорит о том, что подразделения специального назначения должны служить военнослужащие по контракту и офицерский состав. Почему? Потому что это в первую очередь профессионализм, это преемственность поколения и готовность выполнить любую задачу, которая возможна у нас законно. Бойцы отрядов особого назначения должны уметь все. От выживания в любой ситуации до введения огня из самого современного оружия. Только за 2012 год подразделениями специального назначения «Буркыт» выполнено более 600 оперативно-служебных задач. Группами захвата задержано 126 человек, подозреваемых в совершениях тяжких и особо тяжких преступлениях. Задачи сложные и требующие полной отдачи, как физической, так и моральной. Квалификационные испытания и выясняют, кто как готов к самому жестокому отбору. Отдыха для новичков в отборочных соревнованиях практически нет. Боевая подготовка, марш-бросок с боевой выкладкой и жесткий поединок с бойцом, уже завоевавшим право носить краповый берет. Тут выстоять практически невозможно. Главное для большинства испытуемых – не потерять лицо. То, как ты поведешь себя после испытания, тоже оценивается товарищами. Самое изматывающее – это марш-бросок. Каждый момент, каждый шаг здесь тяжело. Ернур четыре года подряд проходил испытания. Только с пятой попытки получил долгожданную награду. Это не рядовое событие для всех военнослужащих. Сегодня у вас особый знаменательный день. Вы успешно прошли суровые испытания и получили право носить краповый берет, а также нагрудный знак «Бркут». Это символы мужества, чести и достоинства, присущие военнослужащим подразделениям специального назначения. От всей души разрешите поздравить вас с этим важным для вас событием. Мужество, отвага, преданность. Эти слова для сегодняшних героев – не пустой звук. Это как клятва воинов народу, которую они дают единожды и навсегда. Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Овощи и фрукты на 30% дешевле, чем на рынке. В районе имени Казбек-Би появится 10 торговых павильонов плода овощной продукции по низким ценам. Соответствующий меморандум был подписан сегодня между районом Акиматом, компанией Арка и ABC Business Company. Торговые точки будут похожи на мини-ярмарки. Белые шатры установят близ уже известных горожанам социальных павильонов Арка и Забилия. Социально значимая плодовочная продукция будет реализовываться из продовольственного запаса стабилизационного фонда Караганды. Подписанный меморандум по заверению местных властей поможет сдерживать рост цен на продукты питания в шахтерской столице. Нами достигнуты договоренности об установке определенных цен на товары, на плодовочную продукцию с ежедневным мониторингом, отчетом. И вся погода, которая будет реализовываться, будет находиться на постановленном уровне. Цены будут минимальными. Максимальная маржа – это 14%. На социально значимые продукты мы где-то будем, конечно, продавать даже в минус себе, но все-таки это проект по сдерживанию цен. Продукция однозначно – это плодовочная продукция, качественная, естественно же. Мы с большим пиететом относимся к качеству продукции, реализуемой нами. Сегодня в Жесказгане состоялась конференция на тему религиозного экстремизма. Организатором мероприятия стали Агентство по делам религии Республики Казахстан и Акимат Карагандинской области. В конференции приняли участие глава Агентства по делам религии Кайрат Лама Шариф и представители духовенства. Подробный репортаж смотрите уже в понедельник. Полиция учит байкеров. Отдел Дорожной полиции УВД города Караганды провел профилактические работы с представителями мотоклубов для снижения аварийности. На сегодняшний день в Караганде, по данным Дорожной полиции, зарегистрировано более 4000 мотоциклов. Количество людей, приобретающих машины смерти, растут с каждым днем. Водители-мотоциклисты в первую очередь подвергают себя опасности, так как они со всех сторон ничем не защищены. Только за апрель и май зарегистрировано 10 ДТП с участием мотоциклистов и водителей мопедов. 11 человек получили травмы различной степени тяжести. По словам Стражей Порядка, основная причина аварии – несоблюдение скоростного режима. Потому профилактические мероприятия – мера крайне необходима. Дорожные Стражи Порядка призывают мотоциклистов соблюдать все правила дорожного движения. По словам начальника отдела Дорожной полиции Караганды, такие мероприятия будут проводиться ежегодно. На сегодняшний день, с 6 числа по 8 числа включительно, на территории города Караганды, по инициативе отдела Дорожной полиции Воды города Караганды, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Цель данного мероприятия заключается в профилактике правонарушений со стороны мотоциклистов, профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и так далее. В целом, профилактика по снижению уровня аварийности на территории города Караганды. Юстиция консультирует. Акция Департамента юстиции прошла сегодня в Центре обслуживания населения. В рамках мероприятия специалисты отвечали на правовые вопросы, интересующие горожан. Департамент юстиции уже на протяжении двух лет проводит подобные акции по консультированию населения. В рамках мероприятия всем обратившимся гражданам была оказана правовая помощь, даны консультации и разъяснения норм действующего законодательства. Сегодня проходит республиканская акция, юстиция консультирует. Данная акция проходит на постоянной основе. Номер 800-12. Пройдите, пожалуйста, к окну под номером 3. В дни проведения акции большинство вопросов находят свое решение. Люди получают на свои вопросы и нащерпывающие ответы. Задачами акции являются масштабное оказание правовой помощи, проведение консультативной работы среди населения, а также установление обратной связи с гражданами. Я считаю, что данная акция должна проводиться, потому что люди не всегда знают, куда обратиться, когда возникают определенные вопросы. А данная акция, она дает, как сказать, властность, она придает всем действиям в наших правоохранительных органах, и народ может получить реальную, ну как-то реальную, открытую помощь. Наиболее актуальными остаются вопросы регистрации недвижимости, регистрации актов гражданского состояния, защиты прав и интеллектуальной собственности и другие. Амина Смакова, Боржан Алипов, Алексей Спиридонов, 1-й Карагандинский. О новостях спорта вам расскажет Берик Капаров, он уже в студии. Берик, здравствуй. Спасибо, Ирина. Новости спорта буквально через несколько секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Главный турнир страны по Казахшакурес теперь увидят не только казахстанцы. Главный бойцовский канал СНГ «Боец» стал одним из партнеров турнира «Казахстан-Барысы». В этом году битву лучших борцов Казахшакурес в стране увидят не только жители Казахстана, но и все желающие из стран СНГ. Телеканал «Боец» стал одним из основных информационных партнеров республиканского турнира «Казахстан-Барысы» на призы лидера нации президента Нурсултана Назарбаева. В Алматы прошел турнир по боям «Панкратион». В самой младшей категории турнира победителями стали бойцы из Караганды. На этом у меня все. Любите спорт, Ирина. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 4206-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Мы желаем вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Сау Бонздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова